2016 год. В Якутии был богат на спортивные события. Регион провел и организовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе, международные игры «Дети Азии» и международный турнир по стрельбе из лука «Бриллиантовые стрелы Якутии». Это все про организацию. Вместе с тем, самое главное в спорте – это, конечно же, спортсмены. Их у нас тоже много, и результаты они показывают достойные на разного уровня аренах. Но кто же стал самым лучшим спортсменом уходящего года? Его имя объявили накануне. В столице республики прошел традиционный бал чемпионов. На нем побывал Юрий Осипов. Подошел к концу спортивный 2016. Это был Олимпийский год. Он, как и подобает, прошел интересно, азартно, местами неожиданно, но бесспорно захватывающе. В этом году наши спортсмены добились высоких результатов, которыми гордится не только вся республика, но и вся страна. Итоги спортивного года традиционно подводятся на балу чемпионов. Здесь собрался весь свет якутского спорта. Разделить радость с героями вечера пришли и зрители. Рейтинг лучших спортсменов возглавил Виктор Лебедев. Двухкратный чемпион мира и шестикратный чемпион России в этом году не раз взбирался на пьедестал почета. Безусловно, главным достижением стало участие на Олимпийских играх. Преимущество в 5 баллов. Достаточно хорошее. Тем не менее, в следующую стадию турнира. В десятку лучших также попал еще один олимпиец. Борец-тяжеловец Ая Лазарев выступал за сборную Кыргызстана. Он по праву занимает свое место среди лучших. В этом году были и взлеты, и падения, и обидные поражения, и заслуженные какие-то соревнования, и победы над достойными соперниками. И сейчас нужно просто, как ни в чем не бывало, просто собраться все свои силы, все свои мысли и двигаться вперед. Среди представителей адаптивного спорта лучшей стала четырехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Паралимпиады 2012 года Степанида Артахинова. Она и в этом году попала в состав сборной России, но из-за дисквалификации всей паралимпийской сборной не смогла принять в них участие. Также одной из лучших спортсменок была признана кавалер ордена полярной звезды Анастасия Деодорова. К слову, для участия в церемонии награждения она специально прилетела из Москвы. Нас год был, изначально он был очень удачный, но к концу года, так как нас не допустили, было очень грустно. Но сейчас я продолжаю тренироваться, но в данный конкретный момент не в полном объеме, но я думаю, что тренировку буду продолжать. Но несмотря на недопуск, Анастасия показала результат, который мог претендовать на третье место Паралимпиады. Этот год принес немало побед и другим представителям адаптивного спорта. Успех спортсмена во многом зависит от тренера. Так многие подопечные Василия Аленова удостоились наград. Для нас, для легкой атлетики, адаптивного спорта прошел очень продуктивно. В этом году впервые в моей карьере, в карьере моего спортсмена Леонида Душкевич, прошло первое международное соревнование. Он участвовал в всемирных играх Айвес. И там он занял третье место. Это очень большое достижение для нас. В список лучших спортсменов среди школьников первыми вошли Петр Копылов и представитель адаптивного спорта Валерий Турлаков. Также на праздничной церемонии был определён лучший спортивный журналист Василий Посельский. Лучшей федерацией по неолимпийским видам спорта стала федерация Хабсагая. 2016 год для республики вообще такой спортивный год, можно сказать. Да, мы провели игры «Дети Азии», в этом году олимпийские игры прошли. И вообще в федерации Хабсагая тоже очень много мероприятий провело практически каждую неделю. Спортивная жизнь республики продолжается. Уже стартовал новый олимпийский цикл. Впереди тяжёлые тренировки и немало соревнований. Но наши спортсмены уже доказали, что могут выступать и показывать потрясающие результаты на самом высоком уровне. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутия. День за днём.